Привет, друзья рыбасики! Сегодня в гостях нашего аквариума далеко не маленькая аквариумная рыбка. Как раз для тех аквариумистов, которые любят больших рыб. Да и запустить такую рыбу, например, большой аквариум, стоящий в офисе, будет очень круто. Такой сон, а это сон, уж точно привлечет к себе внимание клиентов и отвлечет их внимание от различных проблем, которые они пришли к вам порешать. И что же это за сон такой волшебный? А это оксидорос или голубоглазый сон. Приплыл он к нам из Южной Америки из бассейна реки Амазонки. Живет он там в основном где поглубже, как в открытой воде, так и среди зарослей растений и коряк. Тут, видимо, зависит от возраста сама. Молодые больше тяготеют к зарослям, а тем оксидоросам, которые постарше и покрупнее, среди густых зарослей уже как-то некомфортно. В природе сон и питаются тем, что найдут на дне и в основном это пища животного происхождения. Червячки, личинки насекомых и зоопланктон. Собирают самый корм как с поверхности грунта, так и просеивая его своим замечательным ртом. А как выглядит наш сон? И есть ли у него особенности, о которых стоит знать? По строению тела сон как сон. Рот смотрит вниз для того, чтобы удобнее подбирать различную живность для пропитания. Есть усики, помогающие искать эту самую живность на дне, в условиях мутной, от копания в грунте, воды. Есть и особенность. Это острые шипы, проходящие вдоль всего тела. Они достаточно острые, и поэтому при ловле рыбы нужно вести себя поаккуратнее. А крас темный и часто даже черный. Шипы и черный окрас делают сама весьма солидным. По полу различить очень сложно. Внешние признаки выражены слабо, да и необходимости знать где самец, а где самка собственно и нет. Содержатся они одинаково, а насчет разведения все очень даже сложно. А теперь про размер, про который стоит знать, чтобы вам не продали этого сомика как малышку. В природе оксидорос может вырасти до 90 сантиметров в длину. В аквариуме обычно значительно мельче, где-то до 50-60 сантиметров, а то еще мельче. Но возможно исключение. Ну а теперь поговорим про сам аквариум. Про то, как же его лучше обустроить. И начнем с параметров воды. Температура от 21 до 25 градусов, кислотность от 6 до 7, жесткость от 2 до 20, вода пресная. Как видите, особых требований к воде этот сом не предъявляет. А вот к объему воды очень даже предъявляет. Крайне желательно, чтобы на одного взрослого сома приходилось от 500 литров воды. Нужно установить мощный внешний фильтр. Внутренний фильтр сом скорее всего уронит. Стоячей воды быть не должно. Раз в неделю аквариум необходимо проветривать, подменивая около 25 процентов воды на свежую. В идеале стоит установить проточку. Аквариум лучше накрыть крышкой помощнее. Дохлую крышку Аксидорус может и уронить. Безопасность превыше всего. А если еще на крышке светильник будет установлен, то вообще катастрофа. Также стоит быть поаккуратней с нагревателями. Не стоит устанавливать стеклянные. Есть из нержавейки, они намного прочнее. Грунт лучше насыпать мелкий. Самые любят в нем копаться и поэтому на грунте не должно быть острых граней. Если объем аквариума позволяет, то аквариум можно украсить, например, крупными камнями и корягами. Только не загармождайте аквариум декорациями, особенно если он не очень большой. Рыба крупная и ей необходимо не просто лежать на дне, а еще и хотя бы немного плавать и спокойно разворачиваться. Освещение не должно быть слишком ярким. Насчет растений все может быть очень сложно. Такой крупный сомок скорее всего или выкопает или поломает своим огромным телом. Но посадить все же можно попробовать. Ну а теперь поговорим про поведение сама Аксидоруса. Содержать его можно как в одиночку, так и в группе. Со своими родственниками он прекрасно уживается и конечно же группу можно содержать только если объем аквариума позволяет. По характеру сомы довольно мирные и целенаправленно ни на кого охотиться не будут. Но очень мелкую рыбу скорее всего слопают, они просто примут ее за корм. Та же самая участь ждет и мелких креветок. С крупными соседями проблем не будет. Только дно лучше не заселяйте, пусть там хозяйничает Аксидорус. А вот и пришла очередь поговорить про рацион этого рыбаса. В этом плане он неприхотлив и легко поедает все популярные корма для аквариумных рыбок. Живые, замороженные, сухие. Для молодых сомов выбирает корма помельче, а для взрослых соответственно покрупнее. Например мелким мотыль, а тем что покрупнее больших дождевых червей. Из сухого лучше выбирать тонущий и тот что в гранулах. Все-таки это сомы и со дна подбирать корм для них сподручнее будет. Также в рацион нужно добавлять что-нибудь растительное. Вполне подойдет сухой корм с растительными добавками. А теперь поговорим про возможность разведения Аксидорусов в условиях домашнего аквариума. А вот тут проблема. Достоверных данных по этой теме нет. Вся рыба, продающаяся в зоомагазинах, или привезена из природных водоемов, или разведена в условиях крупных рыборазводин. Так что если у вас получится развести этих сомов в домашнем аквариуме, то это будет значительный вклад в развитие аквариумистики. Здоровья вам и вашим питомцам. Пока!